Здравствуйте, в эфире Эхо Москвы в Уфе, у микрофона Елена Черкова, это программа персонально ваш, и персонально ваш сегодня политтехнолог Андрей Патолицын, Андрей Сергеевич, приветствую. Добрый день. По данным на 19 апреля, мы находились на третьем месте в числе регионов страны по количеству смертей за коронавирус. При том, что если сравнивать это количество смертей с количеством заболевших, то вроде как не сильно много, да, но тем не менее, нас опережала только Москва и Московская область. Вот, учитывая вот эту ситуацию, учитывая, что сейчас уже больше 300 человек заболевших, подтвержденных, учитывая, что основные очаги это больницы, как власти правильнее сейчас реагировать? Что правильно делать, чтобы сохранить, во-первых, лицо, хоть какое-нибудь, а во-вторых, начать выправлять ситуацию? Ну, вот здесь, наверное, надо правильно приоритеты расставить, то есть, что важнее, лицо или ситуация? Вот вы уже, Елена, рефлексируете на эту тему ровно так же, как и власть, да? То есть, что важнее, лицо сохранить или все-таки начать бороться с коронавирусом? Ну, я думаю, это важные вещи обоюдно, потому что все-таки власть без лица – это такое себе, а ситуацию все равно надо выправлять. Ну, безусловно, конечно, то есть, если отбросить всякие вот эти иронические рассуждения, конечно же, исправление ситуации должно быть на первом месте, каким бы ни было лицо власти при этом. Ну, что нужно делать? В первую очередь, конечно, нужно справляться с ситуацией, которая развернулась в, значит, заведениях здравоохранения, да? В больницах и в некоторых диспансерах, и в некоторых других, значит, заведениях. Это точно, это 100% задача номер один. Как с ней сейчас справляются – это весьма сомнительная, на самом деле, история. Вот то, что сейчас становится известно из РКБ, хотя там предпринимаются все миры для того, чтобы никто не понимал, что там происходит, но, тем не менее, даже то, что становится известно сейчас, на сегодня и на вчера оттуда – это очень тревожная информация. То есть, на мой взгляд, сейчас власти, медицинские власти, даже будем их так называть, предпринимают максимум усилий для того, чтобы скрыть ситуацию, и минимум усилий для того, чтобы ее налаживать. Это очень печально, на мой взгляд. Ну, вот эта фатальная ошибка с оценкой деятельности мадам Свертлановой, которая случилась с Хабировым, с Забелином и с некоторыми другими, конечно же, ее нужно исправлять, забывать и тем самым, на самом деле, выправлять вот то самое свое перекошенное лицо, которое мы сейчас вот наблюдаем. Значит, на прошлой неделе Владимир Путин довольно увесистую оплеуху отвесил башкирским властям, очень резко охарактеризовал их деятельность. Мы знаем, что Путин, вообще-то, никогда не критикует в открытом пространстве своих подчиненных, но если уж до такого дошло, то это, значит, как говорится, дело серьезное. Вот. Ну, не мне давать прямых технологических советов медицинским властям, я не врач и не специалист в области здравоохранения, но даже мне видно, что не все ладно, не все правильно делается, не все правильно оценивается, потому что на самом деле медицинские власти — это своего рода модерация того, что происходит в каждой отдельной больнице, и вот это очень важно — давать оценки, вовремя останавливать какие-то процессы и, извините, даже принимать кадровые решения. То есть, потому что сейчас мы, по сути, на войне с этим вирусом, и здесь не до этих сантиментов и не до каких-то вот этих вот реверансов и не до учитывания всех вот прошлых заслуг, я не знаю, что там Сертланова каким образом перед кем заслужила, я знаю, каким образом она вообще попала на эту должность, как бы за счет чего, но я не знаю, чем обязаны там, например, конкретно. Ну, это такой, скажем так, не эфирный мотив, это совершенно ничего общего не имеет ни с профессиональными ее качествами, ни с какими другими вещами, ну ладно, это потом разберемся. А вот сейчас нужно давать конкретную оценку тому, что происходило и происходит в больнице. И вот это прямая обязанность Изабелина и Хабирова. То есть, ну, на мой взгляд, нужно перестать прикрывать ее, навести порядок, ввести туда нормальную администрацию. Возможно, вот этот новый зам из Белорецка справится, я не знаю, или кто-то еще нужен туда, но там, очевидно, нужна замена руководства. Прямо сейчас? Безусловно, прямо срочно. Потому что эта ситуация там продолжает развиваться. Я не очень понимаю срочности, правда. Я пытаюсь понять, почему сейчас важно кого-то уволить, и у меня нет ответа на этот вопрос вот именно сейчас. Мне кажется, сейчас лучше стабилизировать ситуацию, а кадровые выводы делать потом. Объясню, почему. Давайте. То есть, в такой критической ситуации человек, который уже полностью, значит, дискредитирован, во-первых, в глазах коллег, он теряет свой авторитет и не в состоянии по-настоящему управлять коллективом, это раз. Во-вторых, человек обременен вот этими ошибками, и большая часть его головного мозга занята тем, что как бы их скрыть, замазать там, устранить, а не тем, как наладить нормальный лечебный процесс и так далее. То есть, на мой взгляд, в такой ситуации вот такой деморализованный руководитель, который уже показал свою неспособность к серьезным административным решениям, он должен быть устранен из этой сферы. Вот практическое объяснение необходимости сделать это очень быстро и немедленно. На сайте Change.org сейчас собирают подписи как раз за увольнение Эльзы Сартлановой. Я вот буквально до эфира смотрела, больше 10 тысяч уже подписей там есть. Насколько эта петиция будет рассматриваться властью, как руководство к действию или как совет? Есть формальная сторона вопроса, и по закону петиции, набравшие 10 тысяч, должны быть рассмотрены региональными властями. Ну, понятие рассмотренное, оно весьма расплывчатое. То есть, да, возможно, я думаю, что, безусловно, Хабиров знает о существовании этой петиции и о количестве ее подписавших, но, конечно, не факт, что он среагирует именно на эту петицию. Но тот факт, что 10 тысяч человек подписали, ну, в общем-то, достаточно для них посторонний вопрос. Ну, то есть, как только человек коснулось что-то, он, конечно, бросится реагировать. Но пока еще, наверное, 10 тысяч человек не вовлечены в процесс, связанный именно с РКБ. То есть, речь же идет совершенно о конкретном человеке в совершенно конкретной больнице. То есть, если бы была петиция, давайте сделаем все хорошо, ее бы, наверное, все подписали, да? А вот здесь конкретная фамилия, конкретная больница, и ее подписало 10 тысяч человек. Это довольно много. То есть, для Башкирии это достаточно много. Я просто, знаете, вспоминаю ту же самую петицию про дельфинарий в Уфе, да, который мы благополучно забыли после Нового года, и реакцию на огромное количество подписей под той петиции властей в стиле, а это вообще не жители Уфы были. И мне кажется, сейчас они могут отреагировать точно так же, сказать, это вообще не жители Башкирии. Ну, какой-нибудь Мурзагулов обязательно так и отреагирует. Он вообще написывает, что это там или солдаты НАТО подписали, или там еще кто-нибудь заявит. То есть, ну, или он напишет, что это какие-нибудь члены каких-нибудь кланов подписали эту петицию, безусловно, но на самом деле безразлично, как интерпретируют это власти, они прекрасно понимают, что 10 тысяч человек это много. То есть, несмотря на то, что как бы им хотелось бы все это объяснить. Вот по поводу клановости, кстати, раз уж мы про это заговорили, у меня такое есть такое опасение, и, кстати, не только у меня, вот мы с коллегами об этом говорили, что пострадавшей стороной в итоге может оказаться не Сертланова, не кто-то из Минздрава, а Римма Камалова. Та, которая заговорила об этом первой, и которая вынесла это все в общественное поле, в СМИ. Что может быть с ней? Будет ли с ней что-нибудь? Я не думаю, что она будет пострадавшей, хотя вот из моих многочисленных разговоров на прошлой неделе с врачами, и не только врачами от РКБ и других клиник, у меня довольно-таки много этих контактеров, они поразительную вещь мне говорят. Все они как бы поддерживают ситуацию и поддерживают мнение, что нужно избавляться от Сертлановой, нужно срочно наводить порядок в РКБ и так далее. Вот здесь ни один человек не сказал, что там все не так, да, там кланы и прочее. Но почти все они сказали, Андрей, вот увидишь, ей еще орден дадут. Кому, Сертлановой? Да. Вот это меня поразило, и это как бы вот мнение профессионального сообщества, такое вот обреченное, они говорят, ну, да, все так, все так. Ну, есть у нас случаи награждения орденами. Такое избыточное противодействие критике, избыточное противодействие какому-то мнению, с которым не согласна власть, оно настолько всегда как бы вот демонстративно, это демонстрация силы. Ну, наверное, иногда силу нужно демонстрировать, да? А как ее можно демонстрировать, если кроме этой демонстрации никаких силовых и никаких существенных действий не было предпринято? И все плыло, как плыло по течению. То есть в РКБ все случилось, как случилось. То есть ни одно действие со стороны ни властей светских, ни властей медицинских не привело там к изменению ситуации. То есть заболело ровно столько, сколько могло заболеть. Мы не знаем даже, сколько заболело, и там точно сейчас цифры, да? То есть там полнейшая путаница с тестами. Вы сомневаетесь в официальных цифрах? Я очень сомневаюсь в официальных цифрах. Хотя бы по факту вот того, что случилось у нас с субботы и воскресенья, ну, с подачей официальных цифр на федеральные площадки, после этого я вот уже просто лично я откровенно не верю статистике Забелину. Это когда был ноль заразившихся за субботы? Ну, когда был ноль, а потом, да, потом, значит, стало там 52, и то ли 52, то ли 56, и дальше пошло расхождение. Это классический случай, когда сбили нормальный поток информации, дабы исказить вот уровень на данный момент. Я не знаю, насколько существует механизм вот федерального контроля за статистикой в этой сфере. Я очень надеюсь, что он существует, что он надежный, и вот этот механизм выявит фальсификацию на уровне Республики Башкортостан. И вот тогда мы посмотрим, какая будет реакция из федерального центра. Если бы, я понимаю, что, конечно, мы сейчас со слагательным наклонением и всё что угодно можем тут предполагать и думать, если бы ни одна Римка Малова начала говорить о том, что ситуация развивается вот так, как она разбивалась, если бы врачи не молчали и не боялись, можно было бы что-то предотвратить? Безусловно. То есть существуют некие механизмы регламентации деятельности внутри всех медицинских процессов. Вот что меня поражало с самого начала, что, ну, мне немножко известно, как это работает, вообще сейчас в медицине прописаны все регламенты, все протоколы, что нужно делать в том или ином случае. Конечно же, прописаны регламенты, протоколы вот этих вот эпидемиологических аспектов, да, то есть ведь вспышки всевозможных инфекций в больницах вообще-то происходят регулярно, то есть они не глобальны, то есть, ну, вот бывает, там, принесли какую-нибудь ветрянку и бац, закрыли больницу на ветрянку. Так случается. Это всё происходит по определённым регламенту. Как только появляются какие-то сигналы, какие-то признаки, какие-то проценты, тут же начинаются действия согласно этих инструкций. И вот меня удивило, что почему же так зарегламентированная медицина, так зарегламентированные врачи долгое время это всё как бы вот, ну, игнорировали, ну, естественно, это всё было сделано под предводительством и под покровительством мадам Сертлановой, то есть она фактически верифицировала все вот эти действия их или отсутствие этих действий, но вот это, конечно, поразительно. Если бы люди действовали более решительно и более ответственно на самом деле, ну, наверное, возможно было бы хотя бы вытащить эту ситуацию раньше, а значит, ну, как бы избежать какого-то количества заражений. То есть, ну, это гипотетические рассуждения человека, который как бы не инфекционист и так далее. Но вот исходя из простой логики, я так предполагаю. Меня просто удивляет, что до сих пор нет каких-то более таких широких реакций врачей, помимо тех обращений к Радио Хабирову из Стрелинамака и помимо обращения к Путину генпрокуратуру. Мы видим, что Римка Малова не уволена, она продолжает работать, она продолжала работать всё это время. Почему сейчас другие медики, глядя на неё, не делают того же, да, не говорят, что было так, ещё было так? Ну, наши врачи – это обыкновенные люди, да, то есть, сейчас мы начинаем их обожествлять и превращать там в героев на передовой, но вообще-то это обычные люди со всеми нормальными страхами, которые у нас порождены там последними 20 годами жизни, да, со всеми своими зависимостями, кредитами, ипотеками и прочими-прочими-прочими вещами. Вопрос от слушателей есть. Максим нас спрашивает, есть ли потребность у Хабирова обновить менеджмент РКБ Куватова, городской больницы номер один города Стрелинамака и других объектов, опираясь на профессионализм, компетентность и ответственность? Он, может, готов и способен отреставрировать и запустить ржавые социальные лифты, пока менеджеры на местах не обнулили все его усилия. Насколько самостоятельен Хабиров в замене медиков, видимо? Весьма философский такой вопрос, насколько хочет Хабиров сделать всё хорошо. Я абсолютно уверен, что Радифаритович хочет сделать всё хорошо, как и всякий нормальный человек. То есть признаков психических расстройств я всё ещё не наблюдаю у него, потому констатирую, что Радифаритович нормальный человек, и он хочет сделать всё хорошо. Другой вопрос, насколько он может, а самое главное, насколько он знает, как сделать хорошо. Вот это большой вопрос. То есть потребности замены менеджмента этих больниц непосредственно у Хабирова, конечно, нет. Это функция Минздрава и функция Забелина. Но так как сейчас это всё касается в том числе и Хабирова, то, конечно же, он вынужден начинать участвовать в том числе и в кадровой политике у этих вещах. Тут вот есть вопрос от нашего слушателя, предвосхищая, так сказать, мой вопрос. Как раз хотел об этом поговорить. У нас за последние, наверное, недели была реакция на эту ситуацию, ну, так скажем, от крупных производств республиканских, да, по-моему, только от двоих. Поправьте, если ошибаюсь. Троих. БСК, УГМК, кто третий? РАО ЕС ещё. Окей. Вопрос от нашего слушателя постоянного, а куда делась Башнефть? Почему Башнефть не реагирует и где деньги? Где деньги, Зин? Ну, вот это да, такая интересная загадка. Значит, во всех регионах крупнейшие предприятия в регионе среагировали практически сразу. Там Татнефть, в Оренбурге, в Омской области, ну, везде, 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 без исключения. А в Башкирии крупнейшее предприятие Башнефть молчит. Ну, тут, значит, во-первых, начнём с того, что Башнефть по сути никак не принадлежит Башкирии и никак к ней не привязана, хотя там есть некий процент, какие-то пакеты акций. Во-вторых, вообще вот это взаимодействие с крупным бизнесом в регионах прямо пропорционально тому взаимодействию, который вообще существует между властью региона и этим крупным бизнесом. Соответственно, делаем вывод о том, что, ну, как бы так вот, как бы это ни звучало, может быть, неэлегантно, но крупному бизнесу в Башкирии нет никакого дела до башкирских властей, по сути, потому что у них нет ни зависимости, ни взаимодействия, ни каких-то дружественных отношений, ни каких-то, значит, отношений взаимопомощи и так далее. То есть, ну, бизнес довольно бездушная вещь, значит, УГМК, БСК, значит, рубят эти недра, превращают их в американские доллары, им, в общем-то, глубоко наплевать на всех, кроме тех людей, которые там непосредственно держат лопату в руках. Так устроен мир. Но местные власти могут вступать в взаимодействие с подобными структурами, извлекая, например, взаимную выгоду для себя и, например, для этих структур. То есть, это и называется взаимодействием. Вот оно у нас напрочь отсутствует. В республике довольно странные, не до конца проясненные отношения Хабирова с БСК, абсолютно отстранение УГМК от властей башкирских, неисполнение своих обязательств со стороны УГМК, насколько мы помним, там, вот помните, эти 200 миллионов как-то так не дошли до города Сибая, они хоть и были торжественно обещаны. Это все иллюстрирует вот это вот отсутствие взаимосвязи между командой Хабирова, так называемой вот этой управленческой командой, не знаю, можно ли до сих пор их так называть, но тем не менее, и вот этим крупным бизнесом. Тут все очень прагматично и понятно. Крупному бизнесу абсолютно все равно, как складывается судьба административной команды Хабирова и самого Хабирова. Они вне этой игры. Вот объяснение тому, почему в Башкирии этого не происходит. То есть и почему, например, в Татарстане Татнефть, будучи глубоко увязана своими связями, контактами и интересами с местными властями, тут же, значит, бросилась на помощь и там вступила в это взаимодействие, пригнали они этот самолет гигантский из Китая, привезли 6 миллионов масок и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть то, что сейчас деньги поступили, это был исключительно такой жест доброй воли от тех, кто эти деньги дал. Это, безусловно, и так был бы жест доброй воли, но это же, во-первых, произошло только после того, как начали смеяться, когда вот там выделили миллион, да, вот, а потом суммы для УГМК, для БСК и для РАО ЕС, ну, понимаете, 30-миллионная сумма, для них это, ну, я не знаю, с чем сравнить, но колес они на машинах в год меняют на большую сумму. То есть это на самом деле абсолютная фигня, это вот формальная какая-то штука, да, то есть речь должна идти о сотнях миллионах рублей, речь должна идти о разговорах и переговорах о том, что нужно и что в первую очередь, а тут просто перечислили денежки, и которые благополучно растворятся в недрах, там, единой России, как выяснилось впоследствии. То есть, ну, это все вот как бы вот всего лишь форма, а совсем не содержание. Хочется еще поговорить, вот раз уж мы так более-менее начали про Хабирова и его команду, его частые появления в эфирах федеральных каналов. Во-первых, это, во-вторых, Ростислав Морзогулов несколько раз давал комментарии Дождю, он был и в эфире Дождя онлайн. Что это, зачем это? Ну, это, конечно, однозначно такая очень раздраженная, срочная, я бы сказал, даже где-то истеричная реакция на ситуацию с РКБ. Попытка перекрыть? Да, это абсолютно попытка перекрыть. Морзогулов даже был вынужден представиться журналистом, чтобы там, ну, быть более-менее достоверным в эфире, вернее, в эфире Дождя. Нет, я вас поправлю, простите, когда все-таки был эфир, Анна Мангайт, ведущая, она представила его правильно, просто потом в тексте была ошибка, и ее исправили. Может быть, да, может быть. Слава богу, что исправили. Ну, с Дождем там давние связи у Морзогулов в том смысле, что Аннушка Мангайт, она его одногруппница, и тут было несложно все это договориться. С Соловьевым, конечно, договариваться было несколько сложнее. И вот столь действительно частый подряд появление, значит, Хабирова в эфире у Соловьева, вот это признак, конечно, дурной. В том смысле, что, ну, это, видимо, какой-то такой уже совсем шанс, да, то есть хоть как-то где-то на достаточно широкую аудиторию. Причем, если бы Хабиров хотел повлиять на аудиторию Башкортостана, то он бы предпринял, наверное, другие инструменты. Я надеюсь, что у его вот этих вот инфо-цыган, которые работают у него, консультанты, у них даже хотя бы на это хватает компетенции, чтобы понять, что если нужна аудитория Башкортостана, то это вовсе не Соловьев. Но тут уже включили большую вот эту самую крупнокалиберную артиллерию, значит, врубили там Соловьева и так далее. Это нехороший признак на самом деле. То есть это довольно типичная реакция, она вот происходит всегда, когда происходит какой-то медийный скандал в регионе, то есть бегут за помощью к этим вот тяжеловесам, платят огромные деньги и выходят в эфир. То есть вы предполагаете, что это платные эфиры, а не просто большая востребованность ради Хабирова? Нет, я предполагаю, что это платные эфиры. Это мое личное субъективное предположение. Не значит ли это, что Хабиров начинает терять какие-то связи, какое-то влияние в Москве? Ну, надо трезво оценивать на самом деле его связи и влияния в Москве, которые были изначально. То есть они были достаточно скромными. То есть на уровне той должности, которую он занимал в администрации президента и на уровне той позиции, когда он был губернатором, а вернее даже не губернатором, а главой администрации небольшого подмосковного городка. То есть городка размером со Стерлитамак, как бы и такого вот не очень значительного. То есть вот и все, собственно, масштабы его как чиновника из Москвы, которые, конечно, здесь были очень сильно преувеличены в медийном пространстве, когда он пришел, пришел он сюда с ореолом чуть ли не главы администрации президента. То есть можно было подумать, что это так. На самом деле, конечно, это не так. Он не был даже начальником управления администрации президента. То есть и связи эти весьма скромные. Заканчивая тему ситуации в республиканской клинической больнице, вот что хочу спросить. Генпрокуратура сообщала, что взяла на контроль на собственную всю эту историю. Следственный комитет возбуждал дело по халатности. Вот во что это все может вылиться? Будет ли какое-то действительно расследование? Будут ли какие-то результаты? Или это просто сейчас вот на фоне, на хайпе, на волне, а потом все постепенно затихнет? Очень трудно предполагать, как будет развиваться это расследование, потому что векторов тут несколько. Конечно же, прокуратура и Следственный комитет будут внимательно прислушиваться к мнению местных властей, потому что сейчас существует такой аргумент, не мешайте нам, мы тут, значит, с горем боремся. Я очень рассчитываю на то, что Следственный комитет хотя бы по формальным признакам расследует это дело. Если даже идти по формальным инструкциям и тем, значит, обязательным процедурам, которые должны были быть осуществлены руководством больницы, то тогда, конечно, там состав преступления наверняка будет налицо, и можно будет разбираться. Очень трудно сейчас предположить, насколько как бы тщательно и настойчиво будут следственные органы этим заниматься. Другое дело, что сейчас, конечно, и расследования, и подробные разбирательства осложнены, это, конечно, понятно. То есть больницы находятся там на каком-то неопределенном таком статусе, то есть там очень много инфицированных, они, с ними нужно что-то делать, то есть нужно соблюдать все меры и прочее, прочее, это понятно. Но сейчас нужно набраться следователем смелости, зайти в больницу, хотя бы изъять документацию. Значит, чтобы потом ее, ну, потому что обширное поле для возможных фальсификаций, значит, скрыть, уничтожить и так далее, значит, и те же результаты тестов, и протоколы, и прочие все записи и так далее. То есть вот сейчас нужно зафиксировать документацию по возможности опросить свидетелей, участников, значит, медперсонал и так далее, причем опросить статус именно свидетелей, чтобы была ответственность за дачу показаний. Вот тогда можно потом делать выводы какие-то. То есть тут никто никого не торопит. То есть зафиксировать Сертланову в пространстве довольно несложно, тем более самолеты сейчас не летают, да? То есть в свою любимую, значит, Америку она не улетит, по крайней мере, в ближайшее время, вот откуда она вернулась там не так давно, соответственно, я думаю, никуда не денется. Ну, максимум, докуда она может добежать, это доказание, значит, к своему покровителю, но посмотрим, как пойдет. Ну, ближайшие две недели все равно все на карантине. Тут очень много вопросов нам присылают наши слушатели по поводу виртуальных митингов, которые сейчас происходят в России, и, конечно же, об этом я тоже хотела с вами поговорить, тем более, что Уфа присоединилась, в общем-то, к этим виртуальным митингам, и в Яндексе они происходят. Но что интересно, Яндекс начинает их глушить, начинает блокировать эти сообщения с требованием ввести ИЧС, с требованием наказать виновных, с требованием отправить в отставку Хабирова-Забелина, там дальше по списку подставьте свою фамилию. Почему? Они так опасны для власти, что ли, даже в интернетах? Ну, это такая рефлексия. Понятно же, что Яндекс это глубоко провластный ресурс. Конечно же, он контролирует и порядок выдачи новостей, и тональность этих новостей. И тут случается такая, в общем-то, по сути, смешная вещь, потому что, ну, виртуальный митинг, это же смешно, да? То есть, но на фоне того, насколько у нас заблокированы любые проявления мнения в стране, даже такая история становится для власти какой-то, значит, пугалкой. Смотрите, люди собрались виртуально. Ну, скоро, того и гляди, сейчас Госдума примет закон о запрете, значит, чатов более трех человек, например, без разрешения администрации. То есть, а чем чат отличается от виртуального митинга? Товарищ майор вошел в чат. Да-да-да. То есть, ну, это смешно, с одной стороны. С другой стороны, это очень показательно. То есть, потребность людей в коллективном высказывании своего мнения, потребность людей в демонстрации своего недовольства, она так высока сейчас. То есть, одно дело знать, что ты с чем-то не согласен, другое дело иметь потребность и возможность выразить это публично, чтобы люди знали, что ты с этим не согласен. Это глубоко психологическая проблема, которая сейчас уже вот, ну, она назрела в обществе в российском. То есть, она может выстрелить. Вот то, что произошло в Владикавказе, вот буквально накануне, и в Ростове-на-Дону, и еще в некоторых городах в России, это, конечно, ну, вот показатель того, что даже в таких жесточайших условиях, когда на запреты митингов даже в обычное время накладываются еще и запреты, в принципе, выходить на улицу, и люди выходят массово на улицу и кидаются камнями в ОМОН, это, конечно, говорит о многом. То есть, я понимаю, что Владикавказ, не Уфа, не Москва, там, и не Казань, но, тем не менее, это говорит о том, что есть уже к этому определенная готовность, есть усталость, есть потребность к этому социальному, как сказать, социальному высказыванию, социальному проявлению. То есть, митинги это не всегда плохо, вернее, это почти всегда неплохо, на самом деле. Вот. Ну, вот мы теперь наблюдаем виртуальные митинги. Если их запретят, ну, тогда появятся воображаемые митинги. И посмотрим, как с воображаемыми митингами будет бороться Госдума. От нашего слушателя Решата вопрос, есть ли альтернативные возможности у граждан, сидящих по домам массово выражать свой протест в интернете? Ну, их многочисленное количество этих возможностей, то есть, можно каким-то образом поддерживать какие-то петиции, можно там, в конце концов, любой перепост какой-то информации, которую вы считаете правильной и нормальной, это своего рода поддержка. И, ну, мультипликация этой информации, вы, значит, ее поддержали, вы ее размножили, но это все виртуальный мир. Надо помнить об этом, что он никак не заменяет мир реальный. Ну, репосты, я все-таки позволю себе напомнить, да, у нас могут привести к вполне реальным себе уголовным делам. Ну, безусловно, то есть, я не призываю никого репостить что-то такое, ну, совершенно выходящее за границы законности. Я имею в виду вообще репост любой информации, которая вам, предположим, показалась хорошей, да, то есть, правильной, интересной. Это уже поддержка, это уже как бы массовое проявление каких-то эмоций. Ну, еще раз, интернет – это не жизнь, интернет – это всего лишь средство связи. Также от Эльшата вопрос. Не планируете ли вы попробовать собрать подобный виртуальный митинг на базе своего YouTube-канала? Ну, я регулярно собираю сейчас виртуальные митинги на базе своего YouTube-канала, они называются стримы. Вот в ближайшее воскресенье этот стрим буду проводить седьмой, милости просим, приходите, поучаствуйте. Вот, ну, в принципе, да, конечно, надо уже что-то делать. Митинги виртуальные, но штрафы, тем не менее, у нас все еще есть реальные, пока туда мы не перешли, в интернет, но штрафы выдают многим людям, просто выходящим на улицу. Вчерашнее решение Ленинского райсуда, который отменил этот первый в истории России коронавирусный штраф за нарушение самоизоляции в 15 тысяч рублей, как-то это повлияет на вот ту излишнюю исполнительность, что ли, людей, которые выписывают эти штрафы и протоколы? Или это просто явление, которое вот случилось и пойдет дальше? По секрету скажу. На самом деле, сами исполнители, в ужасе от того, что им сейчас поручили делать, это я имею в виду рядовой состав полиции и вот этих силовиков, они очень не хотят выписывать эти штрафы. Но учитывая, сколько у них другой работы. Да, они очень отягощены другой работой и вообще, то есть, раздражены вот этим требованием властей тут ходить и ловить бабушек, значит, по подъездам и по дворам. Так что я бы не сказал, что силовики прямо жаждут выписывать эти штрафы. Другое дело, что там, ну, власти начинают требовать, и у них задача какая? У них задача устрашения, им нужно показать, что это чревато, не выходите на улицу и так далее. Не выходить на улицу нужно, вернее, не нужно выходить на улицу. Я сейчас запутаюсь в отрицательных приставках. Действительно, этот карантин, он необходим для того, чтобы растянуть время инфицирования и прочее. То есть, мы много об этом говорили. Но вот пугать людей точно не надо. То есть, во-первых, мы пуганы. Во-вторых, пугать людей на фоне абсолютной неопределенности будущего, то есть, у людей отобрали работу, у людей, сейчас мы смотрим, что творится на биржах, творится в мировой экономике, все здравые люди в ужасе. И когда им еще на фоне этого начинают их просто стращать, вот буквально на пустом месте, вот это вызывает абсолютно обратную реакцию. И реакцию озлобления, и реакцию, значит, какое-то отторжение вообще. И вот потом мы получим просто отрицание этой власти. То есть, чтобы хорошего она не попыталась сделать, ей перестанут верить, перестанут доверять, ее будут подозревать в какой-то зловредности и так далее. Вот этого, к сожалению, власть не понимает. Ну и тогда действительно вот эти виртуальные миссинги возле дома правительства республики могут вполне себе перерасти. Конечно. Но тут еще большая проблема-то в том, что что-то все-таки можно делать, да? Вроде ничего нельзя делать, но вот если очень хочется, то можно. А как это делать? Никто не объясняет. А почему они не могут объяснить? Вот вы можете вот это делать и делать это вот так. Они вот, ну, наверное. К сожалению, методология, к сожалению, логика, это не самое сильное место башкирских властей конкретно. Значит, они действительно интуитивно представили себе, хорошо бы, чтобы граждане не делали вот это, вот это. А вот это мы им и запретим. А как это делается? Как это ограничивается? Как это объясняется? Как измерять 150 метров от дома? С рулеткой ходить, очевидно. Шагами? Да. Шагами милиционера или можно своими? Ну, вот это я иронизирую, но это действительно глупость. И, между прочим, эти вопросы у милиционеров-полицейских тоже возникают. Вот этих несчастных исполнителей. А ближайшая аптека это где? А я должен знать, сколько расстояние от одной аптеки до другой аптеки, или между ними, или моим домом и так далее. И вообще, это их не очень волнует. Потом вот эти все вещи, да, то есть на охоту можно, а на рыбалку нет, да? Но если ты приехал на охоту, то ты должен сидеть в домике в охотничьем, да? Вот это какой-то совсем бредовый охотник составлял вот эту инструкцию, потому что охотничий домик это вовсе не обязательно аксессуар охоты. А если охота на утку? Ну, она же летает, что? Нет, а домик плавает по озеру, да? Ну, давайте, дальше мы можем долго иронизировать. Но вот на самом деле, да, я констатирую, очень скудные интеллектуальные ресурсы у тех, кто писал эти тексты. Это факт. То есть, ну, выражаясь простым языком, эти инструкции и эти указы писали дураки. Понимаете? Как бы это грубо не звучало. К сожалению, это так. И мы теперь вынуждены расхлебывать вместе с полицией, вместе с, ну, всеми, так сказать, все жители республики должны расшифровывать, значит, интерпретировать и каждый понимать по-своему то, что нам эти дураки предписали. Смотрите, мы постоянно равняемся с Казанью, да? Казань то, а мы вот это, Казань то, а мы вот это. Вот у Казани есть, ну, я понимаю, что там тоже очень много вопросов, но более-менее прозрачная система. Даже не надо ничего изобретать, просто возьми то, что есть в Казани, и сделай здесь так же. Ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что мы отрицаем этот опыт. Мы изобретаем велосипед. На, Казань враги. И давайте сделаем, точку поставим в сравнении Башкирии с Казани. В Казани, в Татарстане не умер ни один человек от коронавируса. Точка. Вот и все, потому что там все это прозрачнее. Вот все, там не умер ни один человек. По поводу санитарной обработки города хочется с вами поговорить. Во-первых, очень много вопросов возникает, когда мы видим вот эти большие машины, проезжающие только по центральным улицам, но не заезжающими во дворы. Дальше куча фотографий, где вот эти вот, не знаю, кто это делает, назовем это сотрудники управляющих компаний, да, или кто отвечает за это, позирует там со шваброй ведром на фоне подъездной двери и идут дальше. С распылителем еще. С распылителем. Вы у себя вот недавно, буквально вчера, по-моему, написали на странице в Фейсбуке, что у вас есть информация такая подробная про эту санобработку УФИ. Расскажите нам, что вы выяснили. Ну, вообще, я очень много интересного выяснил. Оказывается, эта санобработка проходит разными путями и разными организациями. То есть, ну, тут кто-то строил теорию заговора, что там кто-то один хапнул гигантский заказ, значит, и там что-то где-то разворовывает народные деньги. На самом деле, это не совсем так. Есть несколько видов и несколько организаций, которые этим занимаются. Во-первых, этим занимаются всевозможные управляющие компании ИЖУ. Ну, то есть, это вот та самая пресловутая, значит, фотосессия тетеньки с поляризатором, которая забегает в подъезд, красиво встает одной ножкой выше другой на ступенечку, фотографируется, значит, с поляризатором и убегает. Она шлет фотоотчет своему начальству, что она обработала вот этот подъезд. К сожалению, в процессе вот своего любопытства и вот этого выяснения этого всего, я понял, что, может быть, даже это хорошо. Потому что тетеньки вот эти подъездные, они в основном обрабатывают подъезд, двери, поручни и прочие перила. Они обрабатывают хлоросодержащими веществами, которые имеют свойство накапливаться и очень неположительно действовать на здоровье человека. Вообще, хлор – это боевое отравляющее вещество, которое, начиная с Первой мировой войны, использовалось для умертвления людей. И, ну, ничего полезного в нем нет. Там же не такие концентрации. Вот вопрос о концентрации. Мы знаем, что содержится в бутылочке у этой тетеньки? Ну, мы доверяем, что это какая-нибудь белизна. Я бы не был... Да, дай бог, чтобы ей было недоступно что-нибудь более концентрированное. Но в нынешней ситуации, то есть, вход идет все подряд, и неизвестно, что у нее там находится. Это первый путь дезинфекции. То есть, ну, он такой успешный или не очень. Где-то хорошо протирают подъезды. Вот ваш подъезд хорошо обрабатывают. Мой так себе. У нас только двери с пачкой или хлоркой. Значит, ну ладно. Второе, это дезинфекция лечебных учреждений и территорий этих лечебных учреждений. Здесь все очень странно. Вот на прошлой неделе прошла информация, что дезинфекцию республиканской детской клинической больницы, территорию, осуществляла какая-то фирма, и очень много было вопросов, есть ли у нее лицензия. Дело в том, что на любую деятельность на территории и внутри лечебных учреждений нужна лицензия. Лицензия там то ли Минздрава, то есть, ну, такая вот достаточно серьезная бумага. И вот есть ли лицензия у этой фирмочки там с весьма скромным уставным капиталом, неизвестно. Эти вопросы стали задаваться после публикации. Вот фирма, название есть, как бы известно, что это за фирма. И третий пакет вот этих действий, это, видимо, те самые большие машины, которые ездят по улице ночью. Это, значит, некая компания Гардсервис заключила контракт с администрацией, и они обрабатывают улицы реактивом, который производится у нас в Башкирии. Вот это меня удивило до глубины души. Я думал, что мы сейчас все купим где-нибудь в Финляндии, значит. Но, оказывается, у нас тоже такие вещи делают. Дальше я пытался разъяснить для себя, значит, ну, вот эту версию о том, что тут украли много денег, 2, по-моему, рубля и 40 копеек за квадратный метр обходится нам обработка вот этого, этим веществом. Ну, в Москве, например, 70 рублей квадратный метр. Но там Сергей Семенович, у него другие расценки, да, вообще. То есть зимний, летний поребрик там в Москве есть и прочее. В поребрик в Петербурге, попрошу. Да, да, в поребрик в Петербурге. Ну, так вот, в принципе, то есть, на мой взгляд, вот если визуально оценивать вот эту ситуацию, она вполне себе благостная. Вопрос только результата и последствий, да. То есть, ну, понятно, что любая химобработка, это, ну, неполезная вещь для здоровья. Какая бы она ни была, иначе бы, если, например, кто-нибудь скажет, что вот дезинфекция может быть безвредной абсолютно, то это неправда. Потому что, ну, это все-таки химикат, который должен убить определенные, значит, живые формы, да, то есть, вирусы, бактерии и так далее. А чтобы их убить, он должен быть ядовитым. Вопрос степени ядовитости. Вот здесь, да, то есть, вот тут целая палитра есть. Можно обрабатывать спиртом, можно обрабатывать хлором, можно обрабатывать вот этими реактивами. То есть, здесь уже вопрос, ну, чисто медицинский и вопрос технологический. Насколько я понимаю, та методика, которую сейчас мэрия Уфы предприняла, она хоть сколько-нибудь верифицирована Минздравом. То есть, да, есть заключения, есть даже рекомендации, значит, вот этого центра, как он называется? Эпидемии. Центра, нет, не эпидемии. Эпидеиена, эпидемиология. Да, 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 о том, что, ну, каким образом используется это вещество, и именно потому оно используется ночью, вот как мне, по крайней мере, объяснили. То есть, это снижает риски, вот там, поражений и так далее. Но по поводу там мертвых птиц я точно знаю, что это неправда. То есть, я выяснил, потому что, ну, когда какие-то панические были там объявления о том, что там умирают птицы и вянет трава, ну, как бы, вот реального подтверждения этому не найдено. То есть, вот посмотрим, тут, конечно, ну, как мы привыкли не верить, да, но, с другой стороны, хотелось бы верить, что вот это идет на пользу. И, ну, суммы, на мой взгляд, как бы для Уфы это ерунда. То есть, как бы там 30 миллионов, это не так много, чтобы... Ну, это, наверное, очень много для Интеррао, да, которые, вот как правильно нас поправили, пожертвовали. А для Уфы это так себе фигня, да. Спасибо большое, что нас поправили. Это так себе фигня. То есть, Интеррао оторвало от сердца, а Уфа как-нибудь перебьется. То есть, я очень надеюсь, что это все будет иметь какие-то положительные последствия. И самый главный еще вот такой момент выяснить, что они еще обрабатывают помойки. То есть, вот наши вот эти крупные скопления мусора и свалки. Потому что в некоторых городах уже была информация о том, что именно оттуда идет возврат. Вот этот вирусный экспорт. То есть, вот птицы и прочее, они могут вернуть уже на какие-то обработанные территории обратно этот вирус. Ну, сейчас пока так мало информации, что вот можно только вот пока об этом говорить. У нас буквально 8 минут осталось. Тут вопросов от слушателей довольно много поступает. Раз уж мы как-то более-менее деятельность Офимской мэрии все здесь обработкой затронули, вот слушатели просят прокомментировать и оценить деятельность городской администрации и горсовета во всей этой ситуации. А я вообще никакой деятельности не вижу. Вы имеете в виду ситуацию с коронавирусом? Да, да, да. А какая там? Ну, у них есть управление, там какое-нибудь медицинское управление наверняка есть, да, в этой администрации, там, которые курируют эти все больницы и так далее. Но, безусловно, сейчас Минздрав взял в свои руки эти все вещи. А какая может быть роль? Вот единственное, что они должны немножко убираться, они немножко должны там, ну, как бы вот, чтобы город более-менее хотя бы сохранял свое лицо. Я думаю, что они не должны организовывать субботников вопреки указаниям Ради Фаритовича. Значит, ну, тут надо как-то встать в принципиальную позицию. Нельзя проводить субботники в городе в такой момент, да, вот, во время эпидемии, во время таких вот вещей. Что еще может делать? Ну, мэрия должна жить по возможности нормальной жизнью, должна перестать заниматься ерундой. Я имею в виду распространение слухов, там, о Хусаинове, там, что, типа, вот, Хусаинов заболел, мэрия на карантине. Ну, кто это все вот придумал? Что за бред вообще? Вот. То есть, делом надо заниматься. Вот и все, что можно сказать нашей мэрии, участие в, там, в анти... Слушайте, вы думаете, мэрия распространилась, что ли? Нет, ну, это же вот все оттуда откуда-то вылезло, насколько мне известно. То есть, вот там какие-то эти вот группировки, вот это, как называют... Кланы? Кланы, да, да. Вот где кланы, на самом деле, а не в медицине. Ну, в общем... То есть, что еще могу мэрии посоветовать? Больше ничего, пожалуй. А какая ее роль? Да какая роль? Ну, дай бог, не мешали бы, да и все. По поводу действий экономического блока правительства. Есть ли что вам сказать? Поддержка предпринимателей? Насколько я понимаю, сейчас вся эта деятельность будет насквозь зависеть от федеральных денег, то есть, насколько они будут поступать. Дальше будет, конечно, главная задача нашего экономического блока правильными распорядиться. То есть, не посыпать деньгами землю, да, равномерным слоем, найти некие критерии необходимости и обязательности, помогать точечно и выверенно, как бы, вот это, да. Пока этих действий еще не было, сейчас идет организационный момент, только-только приняли все законодательные акты, вот наши региональные, которые позволят эти меры предпринять. Ну, как обещает Муратов, на следующей неделе, они начнут непосредственно какую-то уже деятельность. То есть, это касается и кредитов там на зарплату, и прочих вещей. Будем посмотреть. Ну, в целом, у них такой запал вполне себе здоровый, а вот как исполнят, вот посмотрим. Ну, пока рано говорить о каком-то исполнении. Тут нам вдогонку про дела у Следственного комитета и смелость следователей, чтобы зайти. Марат пишет, компьютеры из РКБ не зря вынесли, вместе с побегом, типа, компромат унесли. Ну, наверное, не зря. Мы тут можем только предполагать. Тут пальцем в небо можем тыкать. Еще есть вопрос от слушателя. Просит прокомментировать задержание в Белебе и женщины, и детей в Нефтекамске. Ну, это та самая вот эта вот неразбериха, которая творится у правоохранителей. Я еще раз даже с каким-то сочувствием к ним отнесусь, потому что они настолько сейчас находятся в неопределенной позиции. Вообще-то, ну, как бы детей, с одной стороны, нельзя задерживать, потому что они совершеннолетние. С другой стороны, ситуация экстренная. Дети на улице непонятно чьи и так далее. Ну, в Нефтекамске какая-то смутная история. Там довольно взрослые дети, по словам полицейских, не знали, где они живут. Это, конечно, странно. Ну, будут еще вот эти эксцессы, будут. Ведь не секрет, что и среди полицейских полно дураков, как и среди всех остальных людей. То есть процент их там примерно тот же, как и в других средах. Соответственно, кто-то где-то перегнет палку, кто-то где-то не поймет приказа, кто-то где-то устанет и проявит раздражение. И граждане у нас не ангельского типа все иной раз и камнем кинут, и грубое слово скажут, значит. То есть, ну, это все житейские ситуации. Но я повторюсь, они все на фоне неопределенности тех правил, которые нам задают власти. Вот это вот главный источник этого бардака, на самом деле. Ну, и последний вопрос я успею тоже от слушателя задать. Просят прокомментировать, куда делись наши депутаты Курултая, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. А вообще нужны они сейчас в этой ситуации? Что они могут сделать? Ну, они свою функцию уже выполнили, они там все законы приняли, прочее. До следующего захода, когда им нужно будет там по Конституции что-нибудь решать, они технически властям сейчас и не нужны. Физически многие из них находятся на удалении в своих особняках загородных домах, насколько мне известно. Значит, ну, некоторые из них нехоти выходят на связь там в видеоконференции и так далее. В основном они отдыхают, беспокоиться за них не надо. Если слушатели наши обеспокоены их судьбой с питанием, провизией, алкоголем и прочими развлечениями, у них все в порядке, так что зазаботьтесь о себе лучше. Нет, это на самом деле хороший вопрос. Спасибо большое. Потому что после того, как Ростислав Мурзагулов пришел к нам на эфир, сказал, а что это, собственно, депутаты нашего Курултая ничего не делают, депутаты Курултая быстро забегали. Я подписана в Инстаграме, например, на профиль станции переливания крови, и там были фотографии, вот буквально на днях Толкачев, Ахмадинуров, еще несколько депутатов пришли и сдавали кровь, потому что на станции сейчас проблемы с этим, не хватает компонентов. Кто-то пошел разносить продукты в качестве волонтера. То есть пока пинка не получили, извините, за мой французский, никто ничего не делал. Сейчас начали что-то делать. Возможно, конечно, просто для фотографий красивых. Это точно для фоточек, это понятно, но нет, а что в этом такого? Но мы же надеемся на лучшее, правда, мы же надеемся, что это был такой душевный посыл. Вы надеетесь на лучшее, но не надеетесь на депутатов. Вот вы не путайте лучшее с депутатами, потому что это как раз вовсе не самая лучшая часть нашего общества и так далее. То есть так что нет, это иллюзия. Пыталась я как-то, знаете, закончить хоть на какой-то доброй ноте, а то что у нас все плохое-плохое. Хоть кто-то пошел кровь сдал, знаете, если станция переливания крови, то лучше станет, то бога ради. Спасибо вам большое, Андрей Сергеевич, будем заканчивать наш эфир. Спасибо нашим слушателям за отличные вопросы, хорошего вам дня и пока. Спасибо, до свидания.